Корыта Проглоченные слезы Во вздохах темноты И зовы паровоза Шестнадцатой версты И ранние потемки В саду и на дворе И мелкие поломки И все как в сентябре А днем простор осенний Пронизывает вой Тоскою галашения С погоста за рекой Когда рыдание вдовья Относит за бугор Я с нею Всею кровью И вижу смерть в упор Я вижу И спередней В окно Как всякий год Своей поры Последний Отсроченный Приход Пути Себе Расчистив На жизнь Свою С холма Сквозь Сквозь желтые Ужасы листьев Уставилась зима В театре В театре у нас существует В репертуарном плане Мой творческий вечер То есть это расценивается Как спектакль Ибо это не эстрадный концерт То есть там нету дыма Нету Значит Каких-то таких шоу Представлений Я выхожу один с гитарой И значит вот такой В прямую бардовским вечером Это тоже не назовешь То есть это вечер Песни, романсы Я так и строю Потому что там В общем я показываю Ну практически все Чем я занимаюсь Это и идут фонограммы Минус один То есть я вживую Работаю с фонограммами Это и гитарные Разножанровые песни Это и Такая хулиганская Уличная песня Может быть И тут же наряду с этим Я перехожу Очень плавно к романсам То есть совершенно Вот диаметрально Какие-то разные вещи Но это концерт Но каждый концерт Я всегда так называю Что это для меня спектакль Такая хулиганская Милой, милой По всей земле Во все пределы Такая хулиганская Свеча Гонеча 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 Наш король летит на плаву Слетались хлопья со двора К оконной раме Метель лепила на стекле Кружки и стрелы Свеча горела на столе Свеча горела На заре углом Ложились тени Вскрещение рук Вскрещение рук Судьбы Вскрещения И падает два башмачка Со стуком на пол И воск слезами с ночника На платье капал На платье капал И все терялось снежной мгле Седой и белой Свеча горела на столе Свеча горела На свечку дуло и звуклай Жар соблазна Вздымал, как ангел Два крыла Крестообразна Миловьи, как ангел И все теряло Миловь, как ангел И все теряло И все теряло Свеча горела Свеча горела Подписывайтесь на наш канал картина это «Исофинская», где опять-таки мы снимаемся с другом, с Никитой Джигурдой. Я играю роль Птолемея, тот фильм Александр Македонский, «Исофинская», а Никита играет роль Черного Клита, мы играем друзей в кино, являясь друзьями в жизни. Вот это всегда приятно. Очень бы хотелось закончить эту картину, очень бы хотелось, чтобы она вышла, потому что работы еще очень много, и работа очень серьезная, актерски очень серьезная для меня, потому что у меня практически там главная роль – это Птолемея. Спектакль Франсуа Вион, он не начат еще, начнется в феврале, будет закончен в апреле месяце. это, я считаю, что это очень важно для меня, то есть принесет ли он мне то ожидаемое, я не знаю, но очень важно опять-таки, актерски, интересно, это моя жизнь для каждого артиста, сцена, театр, очень важен, наряду с песнями и вообще со всем, то есть театр – это для меня, мне часто задают вопросы, что для тебя главное – кино, театр или песни, я не могу разделить эти понятия, поскольку, что может быть главное для артиста – все, то есть это наша профессия, во все я вкладываю все во себя, иначе это будет неинтересно. Вечер памяти Симонову, Евгению Симонову, поскольку с его уходом русский театр потерял очень много, с уходом таких людей, как Леонов, Евстигнеев, Симонов, то есть уходит эпоха, эпоха театральная, уходит история государства российского, я считаю, и мне бы хотелось как-то содействовать тому, чтобы вышел компакт-диск и вышла книга Евгения Симонова, чтобы люди знали, слышали, помнили его голос, его блестящее чтение стихов, я считаю, что он один из замечательных мастеров, которые читали Пастернака, Пушкина, Северянина, читали так, как это действительно нужно в лучших традициях русского театра, в лучших традициях нашей сегодняшней жизни, когда мы привыкли все заботовлять, нам в жизни показывают вот ту чернуху, которая окружает нас с утра до ночи, мы устали от этого, почему люди сейчас так тянутся вот к этим вот сериалам, которые смотрят миллионы людей, потому что там все просто, там жена, любовник, любовница, муж, вот какие-то человеческие отношения, какие-то маленькие человеческие трагедии, которые вот в обыденной нашей жизни убиты колбасой, доставанием каких-то продуктов, залиты кровью, бандитами, мафией, ну чем угодно, ну нету нормальных человеческих отношений, вот к этому я считаю, тянутся люди, несмотря на то, что смотреть, конечно, по большому счету это нельзя, это, эти сериалы, они недостойны русского человека и недостойны той культуры, которую пропагандировал русский театр и русский кинематограф. Входит также в планы на будущий год сделать вечер памяти по стихам Евгения Симонова, по его драматическим произведениям, потому что это великолепные, великолепные пьесы, та же самая пьеса Франсуа Вион, пьеса «Смерть Павла Первого». Находясь уже, в общем, в палате, в реанимационной палате, когда жизнь оставляла ему очень немного дней, буквально в последнюю ночь перед смертью он закончил пьесу Марина Цветаева. И когда вошел доктор и сказал Евгений Рубенович, почему вы еще не спите, он сказал, что, будучи уже в конечной стадии рака, он сказал, да, сейчас иду спать. Это было 4 часа утра. Он встал и рухнул замертво от инфаркта. Так умирают настоящие творческие люди, дописав последние строчки пьесы Марина Цветаева. Все это наводит, конечно, на меня такие немного грустные воспоминания, но я считаю, что люди должны знать и помнить свою историю. Тридцатые годы, рассветная даль, Тридцатые годы, рассветная даль, неслыханные золотые погоды поднявшись знамена шагают народы тридцатые годы вы вышли из мод вышли из мод пожаре отважные летчики первые летчицы флаги и плавки и ковки и сталь ах флаги сегодня висят не полощутся я помню восстание огонь нарастает что медлит больших революции пожар он вспыхнул он вспыхнул в китае в китае в китае в китае в китае в китае пожаре мы пожили поняли стали другими идеи скрипят пошатнулась мораль мы знаем почем эти клятвы и гимны и клятвы и И гимны, и гимны, а жаль. Тридцатые годы, рассветная даль, Тридцатые годы, рассветная даль, Тридцатые годы, рассветная даль. Еще одна песня о Москве, написана она именно Москве, Так и начинался альбом, так он и назывался «Замороженный город». Вот так она будет звучать. Дорогая моя столица, золотая моя Москва, Замороженный город, фальшивая пресса, Тупо влиться, глядит постовой, Над табачным ларьком, дымовая завеса, Над Кремлем тишина и покой. Придет народ усталый по делам, Отправив в школу непутевых ребятишек, Пылится дома непорочный хлам, Макулатурных трехрублевых книжек, В боях добытые японцев сапоги, Скрепят по свежевымытому снегу, Сдает бутылки бабушка в лабаз, Упрятав внучек, лечится на неку, Мечтает дядя у газетного ларяка О переменах в будущей достройке, Мешок с цементом тянут два жлоба, На помощь запоздалой перестройке, Пожарский с Мининым готовят взрыв, Киряют финны в новом метрополе, А запоздалый супер-боевик Кричит Софиши о тяжелой доле, И Бондарчук снимает тихидон, Казачку исполняет итальянка, У Климова шизофреничный сон, Что завтра будет в Голливуде пьянка, Бутаны курят югославский кент, Пилеют негры от советского расизма, Главпищиторг сажают весь подряд, Госагропрому тоже ставят клизму, Встречают в Шереметьевском порту Евреев наших, живших в Израиле, А завтра кто-то полетит на ту, Угнав его подальше от России, Примочки лепит надоевший диссидент Куманному от века государству, И Евтушенко с Агуджавою поют, Об автономии хохлядскому татарству, И Евтушенко с Агуджавою поют, Об автономии хохлядскому татарству, Страшно аж жуть, Дорогая моя столица, Золотая моя Москва! Вот такая была песня. Я думаю, что все мы очень хорошо помним Все эти слова, которые были присущи тому времени, Перестройка, На помощь запоздалой перестройке, Трехрублевые книжки, Когда люди какие-то абонементы Сдавали макулатуры на эти абонементы, Покупали книжки, Которые ставили на полку, И многие из них никогда ничего не читали. Сейчас зайти в любой магазин И любая литература, Какую только хочешь, Только плати деньги. Я помню, когда мы росли, У нас книжка Жюль Верна ходила в подъезде. То есть мы ее брали, перечитывали, Робинзон Круза тоже. Не было такой возможности Приобрести литературу, Но тем не менее, вот наступило, я считаю, В то время, когда сейчас есть все. Читайте. Читайте, дети. Любите эти книги. А вот эта песня именно присуща тому времени. Тому времени. И, конечно же, я не хочу сказать, Что я не люблю Москву. Нет, я очень люблю Москву, И мне жалко, И обидно было смотреть на какие-то вещи, То, что тогда происходило. И вот тогда, наверное, и родилась эта песня. И песня, которую я спел в 89-м году На своем альбоме, Вот все на том же альбоме «Замроженный город». Это был мой первый альбом. Это песня Леонида Симакова, Очень мной любимого автора. Я недавно сделал передачу на радио По его творчеству, пел его песни. И вот сегодня бы мне хотелось спеть Его шуточную песню, Шуточную, такую очень поучительную песню, Которую, я считаю, что и актуальна на сегодняшний день. Хотя она разбита вот на такие несколько кусков, Но, на мой взгляд, все куски актуальны на сегодняшний день. Называется она «Горе от ума». Живем мы год от года веселее, Меняются лишь правила игры. По просьбе трудового населения Пол-литру пьем теперь на шестерых. Глоток за рубль смешно и нелогично, С глотка не образуется туман. Чтоб было, так сказать, технологично, Есть новый способ горе от ума. В аптеке покупаем три пипетки, Смотри, в отделе все для малышей. С чекушек упраздняем этикетки, Отныне это капли для ушей, Для резвости, для бодрости, для духа, Чтобы истину опять же отыскать. Роняем по пипетке в оба уха И смотрим в небо, чтоб не расплескать. По первой обожгло, но рассосалось, Другой разлив изящнее прошел, А после третий даже показалось, Что после пятой будет хорошо. Вокруг пошли провозглашаться тосты, Без тостов вроде выпивки и нет, Без тостов это вроде пьянка просто. А с тостом получается банкет. Мы правым ухом прославляли женщин, А левой достижения и прогресс. Раз тридцать прославляли мы, не меньше. Мы прославляли с тостами и без. Майор в пижаме, что примкнул четвертым, Стенал о конфронтации держав. Шестой плясал, и даже с кем-то кто-то Пытался разливать на брудершав. Короче, мы галдели, как ацтеки, Освоившие парусный баркас, Забыв, что в помещении аптеки Дискуссии не приняты у нас. Сержант не озадачил нас нисколько, Не взволновали нас его слова. Майор в пижаме громко крикнул, Горько! И кинулся сержанта целовать. Банкет в аптеке подходил к развязке, Его слегка подпортил наш арест, Как альпинисты мы в единой связке В машину влезли, как на Эверест. Румяный опер задавал вопросы, Он очень ими воздух сотрясал, Пытаясь вставить в протокол допроса Фамилии, цифры, явки, адреса. Фамилии мы своих не знали сами, Не знали ни имен, ни адресов. Мы знали только, что майор в пижаме В аптеку вышел даже без трусов. Под грузом угрожающих намеков Из уважения к внутренним войскам Я раскололся, да, мы группа йогов. А нам мешают уши полоскать, Что в праме и в нирване, мол, не зря мы. Причем тут хулиганство и тюрьма. Но ушлый опер заявляет прямо, А что такое горе от ума? Собратья йоги вздрогнули, как люди. Во мне зажегся творческий пыл И доброедов, то бишь гриболюбов. Спасибо школе в памяти всплыл. Родился Чацкий в старом Ленинграде, В предместьях антикварной старины. Он Чацким был, по-видимому, дядей, А русским с материнской стороны. У Чацкого был дядя честных правил. Однажды он ни в шутку за ним мог И сразу уважать себя заставил, Коньки откинув, глядя в потолок. Наследство, чтобы долго не возиться, Пошло в комиссионный магазин. Возникла турпоездка в заграницу, Казалось бы, все было на мази. А в загранице сплошь одни столицы И всяческие злачные места. В гостинице такое снится в ницце, Что Чацкий спать ночами перестал. Он слышал, как соседки-парижанки Трещали на французском языке. О том, что Чацкий лежа на лежанке, Подслушивает нас невдалеке. О том, что казаки из Запорожья Бомбят бомбей и скоро будут тут. О том, что по причине бездорожья В России самолет изобретут. О том, что все евреи откровенно На царскую Россию точут зуб. Они в Россию едут через Вену, Обратно их не скоро повезут. У Чацкого спина похолодела. Ой, Чацкий, да куда же ты глядел? Чужие дяди едут делать дело, А ты буквально свой, а не удел. Чихать тебе на фирменные шмотки, На фирменных парижских инженю. Эх, думал Чацкий, дома выпью водки, На Фамусовой Сонечке женюсь. А Фамусовой Сонечке с просонья Мешала чья-то левая нога Из-за того, что Фамусова Соня Готовила для Чацкого рога. Но Чацкий наш, не мешкая, не часа Для всватовства по воле волшебства. На родину летит на крыльях счастья Париж, Варшава, Внукова, Москва. У Чацкого все тело песни пело В предчувствии их стаза по любви Гостиная корсетами скрипела Повсюду тет-а-тет и виз-а-ви. Но что это? Вдруг Софья и Молчалин Метнулись из гостиной в кабинет. И Чацкий понял все, а для начала Решил поднуть Молчалина в портрет. По них Молчалин Софья разрыдалась. Вокруг роптали не заведено, Ведь, кабы все рогатые бодались, То люди вовсе вымерли давно. Вы, Чацкий, еретик, вы, карбонарий, Вас надобно судить и под арест. На нары вас, на нары вас, на нары! Рваните-ка финальный монолог. А судьи кто? Скажите мне по сути. Скажите мне, кто отечество отцы. Скажите, кто они. Отцы и судьи, Которых принимать за образцы. Нете ли грабительством богаты? Защита от суда у них в родстве. Великолепные соорудят палаты, Погрязшие в пирах и в мадовстве. Обеды ваши, ужины и танцы. Кому в Москве не затыкали рты? Да воскрисят ли даже иностранцы, Прошедшего житья у нас черты. Мундирный зуд в России не улегся. И в матерях, и в женах та же страсть. Да сам я от него давно ли отрекся. Теперь уж мне в ребячество не впасть. Не оглянусь, пойду искать по свету, Где оскорбленному есть чувство уголок. Карету мне, карету мне, карету. Жаль, кончился финальный монолог. Возникли два гусара-санитара И никому не причинили зла. Всем показалось, чацкого недаром Казенная карета увезла. Покуда чацкий в гневном монологе Всех нас разоблачал и обвинял. Собратья йоги уносили ноги От санитаров, да и от меня. А зря сержанты те же люди. Все, как у всех, под шапкой голова. Сержант промолвил. А это Добролюбов. Послушай, друг, перепиши слова. А впредь чуть что напишешь, не стесняйся. Напейся вдрызг, а мы тебя найдем. Ты только потеплее, одевайся. Оформимся, помоемся, споем. Всем вытрезвителям тебя мы просим. Не просьба это даже, а приказ. Романом А.С. Пушкина, Дубровский Порадовай нас в следующий раз. Порадую вас в следующий раз. Порадую вас в следующий раз. Вот такая вот история по литературным произведениям. А что касается романом А.С. Пушкина, Дубровским Порадовать вас в следующий раз, я с удовольствием еще порадую. Я не знаю, удастся ли в этот раз, но в следующий раз. Совсем недавно я сделал передачу, которая называется «Тайна старой графини». Это история, которую написал Александр Сергеевич Пушкин по пиковой даме. По повести «Пиковая дама». И, к сожалению, сегодня очень мало таких передач. Я считаю, всегда иду с удовольствием на то, чтобы снимать эти передачи. С удовольствием на то, чтобы показывать их людям. Если даст Бог, все удастся. Хорошо, то мы обязательно покажем вам эту передачу романом А.С. Пушкина «Пиковая дама». Порадую вас в следующий раз. Порадую вас в следующий раз. Порадую вас в следующий раз. Пока грохочущая слякоть Весною черною горит Достать пролетку за шесть гривен Через благовест под клик колес Перенестись туда, где ливей Еще шумней чернил и слез Где, как обугленные друши С деревьев тысячи грачей Сорвутся в лужи и обрушат Сухую грусть над ночей По ней проталины чернеют И ветер криками изрыт И чем случайней, тем вернее Слагаются стихи на взрыв И чем случайней, тем вернее Слагаются стихи на взрыв Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok